МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обращения и кадры. В Бобруйске прошло заседание горисполкома. Сделать наш город комфортным для жителей. На какую должность стоит ждать назначения? Сотни литров бобруйские правоохранители задержали нелегального спиртовоза. По данному факту проводится проверка. О каких объемах идет речь? Дары уходящего лета бобруйский рынок пестрит витаминным запасом. Попусту брокколи, груши, все, что продают. Что берут чаще всего? А также новые подходы, хлеб всему голова и урезание списка. Перечень профессий для ремесленников существенно сократят. Какие позиции остались? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Виталий Гаврусев. Планы на будущее. Глава государства встретился со спикером Национальной ассамблеи парламента Пакистана. В перспективе вывести сотрудничество между странами на еще более высокий уровень. Глава государства обозначил план действий. Выработать дорожную карту на 25-27 годы, провести ревизию базы нормативно-правовых отношений, расширить торгово-экономическое взаимодействие. Мы посмотрели торговый оборот между Беларусью и Пакистаном за последние годы. Он в среднем равен или чуть выше 50 миллионам долларов. Согласитесь, что товарооборот между высокотехнологичной Беларусью и такой страной в 200 с лишним миллионов человек, это, я бы сказал, даже мизерный, поэтому нам надо углублять и расширять по номенклатуре наш товарооборот. Мы готовы удовлетворить ваш интерес во время этого визита и представить Беларусь по всем направлениям, которым вы пожелаете. К слову, в этом году Беларусь и Пакистан отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Между странами поддерживается диалог на высшем и высоком уровнях, имеется положительная динамика межгосударственных контактов и схожие подходы к решению ряда международных проблем. Бездонная бочка. Правоохранители задержали бобруйчанина, который нелегально перевозил спирт. В ходе оперативных действий сотрудники ОБПВД Бобруйского горисполкома остановили автомобиль 48-летнего местного жителя. При осмотре транспорта было обнаружено и изъято 600 литров спиртосодержащей жидкости. Необходимых документов при водителе не оказалось. По данному факту проводится проверка. Теперь ему грозит административная ответственность. К слову, фигурант ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. На днях бобруйский наркоконтроль задержал 39-летнего фермера конопли. В своей квартире он оборудовал спецлабораторию. Правоохранители изъяли полимерные емкости с грунтом, гроу-бокс, оборудование для вентиляции и освещения, систему полива, удобрения, а также около 6 грамм марихуаны и приспособления для курения. Фигурант задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело. Оперативники устанавливают причастность к сбыту наркотических средств. Повышение надежности, единая система и новый взгляд. В республике пересмотрят подходы господдержки при строительстве жилья, кому будет уделено особое внимание. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белорусский каравай вне политики. Республика обеспечивает хлебом не только своих жителей. Отечественные изделия поставляются в 15 стран. Ежегодно экспорт привносит в общую копилку более 10 миллионов долларов. На долю России приходится порядка 90% продаж хлебоблочной продукции. В числе покупателей также Германия и Америка. В республике пересмотрят подходы господдержки при строительстве жилья. Помощь государства сконцентрируется на более узких, профильных и актуальных направлениях. Особое внимание возведению арендных квадратных метров, содействию многодетным семьям, военнослужащим и другим категориям. Перечень профессий для ремесленников существенно сократят. Основное требование для попадания в список – сохранение аутентичных самобытных занятий. Изделия должны производиться своими руками с помощью примитивных орудий труда. Виды деятельности, которые не попадут в готовящийся реестр, можно будет осуществлять в качестве самозанятых с уплатой налога на профдоход. В республике ведутся работы по повышению надежности энергосистемы страны. Сейчас оценивают и анализируют электросетевые инфраструктуры для выработки специальных подходов, направленных на увеличение безопасности энергообеспечения в целом, а также отдельных крупных энергетических узлов промышленных предприятий населенных пунктов. В Беларуси планируют внедрить интеллектуальную транспортную систему. Курировать ее работу будет единый национальный оператор. Сейчас в стране каждое нарушение в отрасли регистрирует отдельная камера. Проект должен объединить платные дороги, парковочную систему, весогабаритный контроль и фотофиксацию нарушений. Обращение граждан и кадровый вопрос в Бобруйске прошло с заседания горисполкома. На повестке около 40 тем. Во главе угла работа с обращениями граждан и состояние кадров и их резервом в некоторых организациях города. С докладом о ситуации, жалобами и предложениями граждан выступила начальник ответственного управления Наталья Ломака. За первое полугодие 24-го зарегистрировано 1079 направлений бобручан. Из них обоснованных порядка 40%. Много коллективных обращений. Заявители выступают за общее дело и развитие города. Благоустройство лесного массива в Киселевичах, устройство детской спортивной площадки на Тепличном. Необходимо помнить, что ответственность за работу с обращениями граждан лежит в первую очередь на руководителях предприятий. Поэтому от того, как вы, уважаемые руководители, организуете эту работу, зависит и отношение к вам и в то же время и авторитет местных органов власти в целом. В ваших силах принять все необходимые меры по обеспечению надлежащей работы организации жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, торговли, учреждений образования, транспортных и иных организаций. Сделать наш город комфортным для жителей, настоящим городом для жизни. Сразу после кадрового вопроса у трибуны начальник управления кадрово-организационной работы Жанна Бабкова заверила. Во всех сферах принимаются необходимые меры по созданию резерва на места руководителей. Так сегодня ведется подбор кандидатур на должность главврача Бавруйской центральной больницы. Сила и сплоченность в Осиповичах прошла ежегодная летняя Спартакеада депутатского корпуса Могилевской области. Среди участников делегация из Бабруйска. В этом году события приурочили к 80-й годовщине освобождения Белоруссии. Церемония открытия прошла на стадионе «Юность». Для спортивного духа концерт «Парад команд». Председатель Могилевского областного совета депутатов пожелал участникам ярких и честных побед. Депутатский корпус своим личным примером показывает, как нужно вести здоровый образ жизни, как должны использоваться эти площадки. Это уже традиционные спартакеады среди депутатского корпуса. Летняя она тоже девятая спартакеада. Я думаю, что у таких мероприятий есть будущее. В перечне дисциплин – легкая атлетика, шашки, настольный теннис, силовые упражнения и прыжки на скакалке. Самый масштабный этап – эстафета. Здесь борьба за победу с использованием различных спортивных снарядов. Сюда приехала команда из Бабруйска, из моих коллег, депутатов Бабруйского городского совета депутатов. Все готовы принимать участие. Обстановка замечательная, прекрасная, заряженная спортивным духом, заряженная командным духом. И чувствуется, что сегодняшний день послужит основой для еще большего сплочения нашего замечательного коллектива. Такие соревнования – социально значимое событие. Оно позволяет депутатам не просто обменяться опытом, но и пообщаться в неформальной обстановке и еще больше наладить диалог между регионами. Только с грядки. Несмотря на то, что лето подходит своему логическому завершению, при лавке пестрят изобилием фруктов, ягод, овощей. От местной голубики до заморского инжира. Полакомиться сезонным предложением выстраивается очередь даже в будни. Елизавета Житкова о спросе и предложениях. «Этот небольшой рынок в центре города пользуется особенной любовью горожан. Сюда съезжаются десятки фермеров из ближайших районов и не только. И выбор большой, и цены приемлемые. В обручании скупают все на раз-два. Мне, пожалуйста, килограмм картошечки». Весомый показатель популярности торговой площадки – люди. Даже в будни их потоку нет начала и конца. Покупатель идёт за качественным товаром, приятными ценами, доброжелательностью продавцов. На рынке не только овощи, фрукты, но также дары леса, мёд, натуральное молоко, творог, сметана. «Я продаю продукцию, которая выращена нами самими. У нас спецификом занимаемся картофелем, свеклой, морковкой, луком, дополнительно кукуруза, кабачок. У каждого здесь продавца, кто постоянно. У них есть свои покупатели, к ним приходят». Сезон закаток. Для баночной продукции есть всё. Картофель, чеснок, морковь – можно найти от рубля. Свёклу, кукурузу, капусту, помидоры – по рубль пятьдесят, перец – по четыре. «На этом рынке свою продукцию продаю. Всё, что выросло в огороде, что в лесу находим, грибы, ягоды – всё это здесь на рынке подконтрольно, проверяется на радиацию, на нитраты. В основном яблоки, груши, ну и вот ягоду сезонную. Чеснок на посадку берут». В ходу и ягода. 330 грамм малины – пять рублей. Лесная брусника обойдётся в семь рублей за литровую баночку. Голубика – 4,50 за стаканчик. Кило – 14 рублей. Нашлось одно место на рынке с клубникой. Тепличная ягода стоит без малого десятку. «На рынке всё покупаю. Самый лучший рынок в Бобруйске – это вот это. Абрикосы вот сейчас, арбузы, дыни очень вкусные сейчас. Вот в это время». «Я люблю ходить на рынки. Больше у бабушек, у дедушек покупать продукцию, потому что они всё-таки выращивают продукцию без химии. И вот натуральную малинку я люблю, капусту брокколи, груши. Вот всё, что продают, выращивают люди сами. Я только за натуральную продукцию. Я хожу на рынке, покупаю натуральную сметану, натуральное молоко, помидоры, чеснок, траву для закрывания, для консервации, груши». Хватает места и для заморских лакомств. Персики по 10,50 за килограмм, арбузы – рубль 70, дыни – 4,50. Уже завтра на рынке займут свои локации свежие натуральные товары. А благодарные покупатели вновь и вновь заглянут за частичкой здоровья. Елизавета Житкова, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok